Увеличилось в регионе и количество пациентов, обратившихся в приемный покой больницы с травмами. Они в основном получены при катании на так называемых ватрушках в необорудованных местах. Вот статистика. Только за две недели за помощью обратились шесть человек, двое из них дети, которые находятся в реанимации. Роман Христюк продолжит. На Ринмаре, как известно, снега много, горки на каждом шагу. Ну как тут удержаться и не прокатиться, особенно детям и подросткам? В путь идут санки, льдянки и так называемые ватрушки, даже обычный кусок ДВП. Казалось бы, скатиться с горки вполне безобидная забава, но она порой может закончиться трагедией. Мы находимся на лыжно-роллерной трассе поселка Искателей. На заднем плане у нас скотлован, с которого каждые выходные дети катаются на ватрушках, санках, лыжах. Буквально недавно девочка съехала на ватрушки и врезалась вот в эти турники. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. У девушки переломы конечностей, ее состояние медики оценивают как тяжелое. Впрочем, это не единственный случай. Подростки в последнее время все чаще стали получать травмы при катании с горок. И самое главное, с горок, которые не оборудованы. Увеличение количества обращений с травмами, в том числе детскими, получены при катании в необорудованных местах. На сегодняшний день за две недели обратилось около шести человек. Двое из них, дети, находятся в реанимации с достаточно тяжелыми травмами. Ситуация связана с катанием на ватрушках. Единственное место в Наринмаре, приспособленное под катание, это центр активного отдыха «Большуха». Горки оборудованы специальными бортами, а значит соблюдены все меры предосторожности. Но центр один, а желающих покататься много. Поэтому некоторые предпочитают не стоять в очередях и скатываются с ветерком с ближайшего снежного холма. Последствия самые печальные, ведь в сугробах может прятаться железная арматура.